Этот ролик про посадку сосны кедровой от Адая я начну с серии Мир не без добрых людей. Вот эти вот мне орешки выслал Денис Звонарев с канала Партизан 42. Абсолютно безвозмездно я оплатил только пересылку. Было практически килограмм этих орешек. Сейчас они прошли у меня сертификацию. Я их уже отмыл и сейчас буду приступать к посадке. Эти орешки вы увидите в конце этого ролика. Посадку вот именно вот этой партии орешков. Очень на самом деле тяжело вот здесь вот на Вологодской области достать посадочный материал. И тут человек абсолютно безвозмездно, с доброй душой выслал мне вот такой вот. Практически, ну сейчас поуселось. Практически там килограмм был этого ореха. Что ж, давайте сделаем так. Я оставляю ссылочку на Дениса. Вы перейдете с моего канала, наставите лайков. И кто желающий, соответственно, подпишитесь на его канал. А мы сейчас вот эту вот партию орешков, вот эту партию орешков, я хочу располовинить, половину поставить на водно-кислородный режим, водно-кислородный режим. Вот у меня здесь вот будет. А половину посадить так. И потом сравню. Узнали вот такая процедура. В дальнейшем надо ли использовать вот такую процедуру. Так. Здесь они у меня будут насыщаться кислородом где-то в районе 6-8 часов. И завтра я уже вторую половину досажу в свой рассадник. И заодно сравним, есть ли какой результат. Доброго времени суток. С вами Сергей. И сегодняшний наш ролик будет про кедр. Про выращивание кедра. Сейчас мы с вами сделаем стратификацию. У меня кедр... Давайте сразу отойдем для тех, кто любит писать в пояснениях, поправках на ошибки. Да, правильно. Это сосна кедровая. Это не кедр. Ну, я уже буду называть так, как все называют. Кедром. У меня двое вида семян. Это кедр сибирский и кедр дальневосточный. Но еще его называют кедр корейский. Он имеет более крупные семена. В сравнении, если вот кедр сибирский. Сейчас, прежде чем поставить на стратификацию, надо обработать от грибков. От грибков всяких болезней. И я делаю вот таким вот образом. Развожу марганцовку. Примерно концентрат. Смотрите по цвету. И ставлю минут... Такой концентрат ставлю минут на 15-20. Минут на 15-20. После я промою. Ну, давайте сейчас поставим. Так что она... Время застечу 15 минут. Кедры у нас постоят. Ну, вот прошло у нас 20 минут. Я кедры промыл. Промываю я водой. Это замороженная вода. Она уже отогрелась. Он еще плавает лед. Я ей промыл. Прополоскал. Слил воду. И сейчас залью вот эти контейнера. Так. Один и второй. В данный момент все семена сибирского кедра и корейского кедра, они плавают на поверхности. Но это не означает, что они все полы. Сейчас мы их уберем на где-то 3 дня. Я убираю. На 3 дня уберем в прохладное место. У меня это прохладное место. Вот такое вот еще со времен товарища Хрущева. Так называемый зимний холодильник. Надо найти температуру, где примерно плюс 10 градусов. Прохладное место. 3 дня в этом прохладном месте мы удерживаем наши кедры. Потом достанем. Ну вот у нас прошло 3 дня. 3 дня. Я вынял кедры. Кедры слил воду. А, прежде чем слить воду, в которой семена плавали на поверхности, я их убрал в сторону. Они практически все полые. К примеру, из 10 сибирских кедров полых, но которые плавали, 5 полых, 5 живых. А из 10 дальневосточных все полые. Я кедры эти выкидывать не буду. Я их сейчас на тарелочку уберу тоже в холодильник. А потом, когда пойду на Новый год за елкой вырубать, я их просто по лесу раскидаю. И еще вот так же дополнительно накидаю живых семечек. Так, теперь делаем следующее. Вот здесь я сразу маленечко оставил песка у воды, извиняюсь, и добавляем вот этот прокаленный песок. Фракция его не самая маленькая, максимально сейчас скажу, но максимально фракция, наверное, миллиметра до 3, процентов в 20. Добавляем. Так, перемешиваем. Так как у меня осталось на дне вода, песок уже стал влажным. Особо много песка не надо. Вот где-то вот так я оставлю. Так, первый контейнер сделали. Первый контейнер. Сейчас найдет мне крышечка. Вот от него крышечка. Первый контейнер отставляем в сторону. Берем второй. И теперь пойдет у нас кедр дальневосточный. Я раньше как делал. Я раньше заворачивал во влажную тряпку и убирал в морозильник. По принципу сертификации в снегу. Постоянный холод. В прошлый год я сделал вот таким вот образом с песком. И схожесть с одинаковой партией оказалась выше вот при таком способе. Так что я отказался просто во влажную тряпку заворачивать и убирать в морозильник. Я теперь в песок и убираю в холодильник, в нижнюю полку. Так мы вот примерно разделим 60 на 40. То же самое добавляем песок. Перемешиваем. Тут чуть-чуть подаю воды. Буквально капельку. Этого хватит. Так. Перемешал. То же самое закрываю. И сейчас хочу попробовать еще один способ. Это в маху. Маху у меня уже снизу смочен. Высыпаем. Высыпаем. Равномерненько раскладываем. И сверху закладываем мхом. И чуть-чуть этот мох еще смочим. Мох смочен снизу. Влажности ему хватит. Берем крышку. Закрываем. Дальнейшие наши действия какие. Все вот эти три контейнера надо убрать в холодильник на нижнюю полку. Так как на нижней полке более оптимальная температура. Где-то градусов 6. Вот так вот. Плюс я храню. Дальше. Дальше. Каждую неделю. Каждую неделю. Вскрываем. Перемешиваем. Насыщаем кислородом. Обращаем внимание. Если где-то попадается плесень. Плесень я делал следующее. Я доставал вот так участок с плесенью. Прям большой комок брал с землей. С песком. Промывал в марганцовке. И чуть-чуть. Слаборазвитенной марганцовкой смачивал песок. Чтобы во избежание дальнейшей плесени. То же самое. Здесь также осматриваем. Раз в неделю обязательно насыщаем кислородом. Перемешиваем. Смотрим. Могу сказать по прошлому опыту. У меня за зиму ни один кедр. Ни одно семечко кедра не проросло в холодильнике. Пока я не выстоял уже на комнатную температуру. Ну что ж. Теперь мы так храним до весны. И весной будем делать уже следующую процедуру. Маленькое дополнение к видео. Сейчас я семена, которые поставлены на стратификацию, проветриваю и насыщаю кислородом. Ну у меня это еженедельный осмотр. Выглядит все это вот так. И я обратил внимание на то, что я поставил на стратификацию в мох. Она сейчас покрывается плесенью. Вот такая вот плесень уже на семенах. Давайте сравним с обычной. С песком то, что я делал. Нигде вот я переворошил их уже. Нигде плесени я не наблюдаю. Сейчас я, наверное, скорее всего, сделаю так. Выну все семена. Промою их в слабом растворе марганцовки. И промою сам мох в марганцовку с марганцовкой. И потом поставлю снова эти семена в мох на эту же на стратификацию. Ну вот у нас на дворе 19 мая. Я сейчас буду приступать к посадкам уже в рассадник кедров. Давайте сначала про вот эти сибирские кедры. У меня в этот год посадочный материал плохой. Хотя вот тут видно, что схожесть у него есть. И весной этот посадочный материал стал сильно покрываться плесенью. Так, я его еще замачивал в медном купоросе. Чуть-чуть разведенный медный купорос. Я все отделил песок. Песок прокалил. А вымочил в медном купоросе минут на 20. Слабо разведенном. Дальше давайте маленечко расскажу про вот этот рассадник. Это колесо от трактора Беларусь. Обрезан корт боковой. И здесь земля. Земля следующая. В прошлом году у меня здесь была рассада парниковская. Здесь у меня капуста всходила. Это был рассадник. Так что я ту землю вынял. Вынял землю. Там была хорошая, хороший торф. Земля. Я ее вынял по ведрам. Колесо в сторону оттащил. И главный враг вот этого дела, крот. Я на низ вложил старый линолеум. Чтоб крот уже не проходил. В линолеуме наделал отверстие вилами. Чтоб вода утекала. Дальше я обратно эту землю слоями засыпал слой земли, слой сосновой коры и еловых веток и сосновых веток. Слой опять земли. Это где-то у меня заняло одну треть. Остальное, остальное мы съездили в лес и набрали земли с заболоченного места, с хвойной земли. С хвойного леса с заболоченного места. И вот в эту сейчас землю я буду приступать к посадкам. Лотки у меня наделаны, сантиметра между ними где-то 4-5. Сажаю я буду практически где-то на расстоянии сантиметр, потому что не 100% схожесть. А в следующий год можно будет разделить острием вниз. А в следующий год можно будет разделить острием. А в следующий год можно будет разделить острием. Вот я посадил рассадник половину кедра корейский, половину кедра сибирский. Теперь осталась у меня такая вот решеточка сколочена. Обязательно, обязательно. Я на нее натяну сетку. Сетка вроде продается специально для защиты от птиц, для клубники. А сетка нужна для того, чтобы сороки не выклевывали. Блудливая птица, она очень много выклевывает. У меня в прошлый год таким образом не нарушила практически все кедры. Даже в августе я вынес их уже. Они вроде большие, и смысла орехов нету. Она просто вот вытащит и тут бросит. И уже повторная пересадка не помогает. А теперь давайте разберем еще один способ. Помните, я делал в мох. Этот способ подходит для тех, у кого небольшие объемы посадки. Мох вот я вытащил из холодильника. И теперь они у меня находятся в комнатной температуре, в доме хранятся. Теперь делаем следующее. Во мхе влажный мох. Я постоянно слежу, чтобы он влажный был. Они начинают вот так вот прорастать. Вот таким вот образом прорастают. И мы уже, контейнера у меня, земля подготовлена. Все сделано. Контейнер. Контейнер трехлитровый. Вот здесь вот у меня галочка стоит. Южная сторона. Он будет постоянно ориентироваться на южную сторону. Трехлитровый. Кстати, скажу, что в пол-литровые стаканчики можно тоже сажать. Они прекрасно лето проходят. Им хватает места. Корень длинный. Надо контейнера брать высокие. Либо трехлитровый, либо пятилитровый. Они по 18-22 сантиметра высотой. Вот подходят. Берем карандашик. Втыкаем. Втыкаем углубление. Делаем. Что касается земли, здесь то же самое. Вместо дренажа у меня тут отверстия снизу большие. Чтобы земля не высыпалась, я туда мох ложу. Либо сосновые ветки. Не приминаю. Земля с хвойного леса, с заболоченной местности. И одна треть добавлена песка перемешана. Песок нужен, чтобы корням проходил лучше воздух и земля не трескалась. А что касается песка, его надо брать такой каменистый песок без примеси глины. Чтобы примеси глины не было. Теперь сажаем, сажаем, вставляем и обжимаем. Обжимаем поплотнее, чтобы корень зафиксировался. Второй тоже самое. Вставляем, обжимаем. Дальше. Теперь я их уберу в дровяник. Цвета им сейчас на первый год много не надо. Много не надо, они в полутени хорошо растут. Уберу в дровяник. И то же самое уберу в дровяник от сорок. Потому что иначе она вытащит и склюет его. Сегодня у нас 27 августа. Давайте посмотрим, как выглядят наши кедры. Вот так вот они выглядят. Их у нас тут 46 штучек. 18 из них сибирских кедров, остальное корейские. Корейских чуть-чуть побольше. Столкнулся я еще с одной проблемой. Прошлый год, если меня доставали сороки, в этот год я эту проблему решил. При помощи вот такой вот занавески использую, закрываю. А в этот год у меня тут завелись муравьи. Муравьи. Муравьи, они когда вот так вот раскалывается орешек, они просто всю вкусняшку оттуда скучали. Я их решил потравить, пробовал народным средством. Так, разводил борную кислоту, кормил целый месяц. Кормил, кормил, бесполезно. Потом купил какое-то средство от муравьев, облил. Все, муравьи пропали. Но после этого средства образовалась, посмотрите, вот такая плесень. И никак я ее не могу. Я ее и марганцовкой поливал, и медным купоросом поливал. Никак я эту плесень вывести не могу. Плесень тоже погубила очень много кедров у нас. Вот так вот у нас выглядят сейчас кедры. Здесь у меня находятся кедры, сибирские и корейские, прошлогоднего пророста. Я их в этот год весной рассадил вот по таким горшочкам. А вот этот кедр получается позапрошлогодний. Вот так вот он выглядит за год. Он столько, это сибирский кедр. Сибирский кедр. Вот здесь у меня сибирские и корейские кедры. И здесь, кстати, уже сорока сблудничала. Один кедр мне вытащила и бросила. Я его пока воткнул на место, пока признаки жизни подает. Пойдемте еще на поле посмотрим наши кедры. Так, вот посмотрите, вот здесь кедрик посажен весной 2019 года. Вот он лето так провел. Я его, чтобы он не выгорал, вот так вот сорвал сосновые ветки, сосновые ветки срезал секатором. И воткнул, притеняя от солнца. Также я их и на зиму оставлю. Еще заложу веточками, веточками заложу. По моему опыту, по моему опыту, буду закладывать кедры маленькие, потому что у меня макушки подмерзали. Давайте пойдем посмотрим кедры, которые у меня. Здесь у меня можжевинник растет. Это поле, это поле. Это поле я хочу полностью сделать хвойным садом. Покажи мне хочу поле. Тут у меня в этот год не все выкошено, но вот так вот. На самом деле здесь 70 посадочных мест организовано у меня. Давайте теперь посмотрим вот этот кедр. Вот этот кедр. Это посадка 2015 года. Мне даже интересно, я взял линеечку померить. Так, сейчас. Получается где-нибудь 22 сантиметра высота. Это у нас 2015 года. Это получается 4 года им. Вот так вот они растут медленно. Но у меня еще земля плохая. Давайте покажу сразу вам свою землю. Вот здесь вот. Верхний слой, он жесткий такой с глиной, сантиметров 20. А остальное, как вы видите, все чистая-чистая глина. Я вот такие глубокие лунки копаю. И туда с леса хвойную землю. Ну и плодородный перегной тоже засыпать буду. Здесь вот у меня можжевельничек растет. В этот год посажен я его притяню на зиму. На зиму притяню. Можжевельничек. Что касается кедра. Вот еще один кедр. Сейчас тоже замеряем высоту. Это повыше. 24 сантиметра. Так. Вот тут я единственное не записал. Это какой кедр. Корейский или сибирский. Я уже не могу сориентироваться. Вот этот я момент упустил. Но потом по иголкам будет видно. У меня вот здесь с 2015 года было посажено 70 кедров. 70 кедров. И получается такой расклад. Такой расклад. Что потихонечку у меня как-то партиями гибло. Но мы сначала с супругой думали, с Леной, что это вроде как естественный отбор. Хотя какой естественный отбор? Такие саженцы крепкие. Такие знаете коренастые посажены были. Потом в прошлом году я вычислил, что это. Июль был жаркий. Я ходил все время поливал их лейками. Старался, мучился. Мне тяжеловато эта самая физическая нагрузка. Но я ходил их поливал. А потом в августе, когда начались темные ночи, я в середине августа подошел и смотрел. У меня все-все кедры, даже вот этот вот кедр, он был просто коричневый. Я их обрабатывал эпимом. Я тут методом проб и ошибок вычислил, что мне кто-то, нехороший человек, нехороший человек, мне их чем-то полил. Предположительно, возможно, соленым раствором. Это я так предполагаю, потому что это самое доступное средство для такого нехороших дел. А каким образом я это доказал? Я просто так же саженцы даю дяде Юре. Я сходил к дяде Юре, посмотрел, говорю, у тебя с кедры все нормально. Он говорит, все нормально. Сходили, посмотрели, да, кедры вполне живые. А у меня все тут стояли черные. На этот год у меня осталось, если я не ошибаюсь, штук 15. В прошлом году у меня было еще 30 сибирских кедров. Сибирских кедров, я не помню, какой пропорции. Но вот мир не без добрых людей. Мне так даже слов нет. Я не могу сказать, что это... Я теоретически знаю, что это за люди. Я в этот год траву не кашу специально, не кашу. Пытаюсь поймать наживца. Метод, конечно, негуманный, но метод будет рабочий, потому что я с таким делом тоже не согласен. Не согласен. Так делать нельзя. Ну что ж, показал вам свои кедры. Показал вам свои кедры. Тут, по-тристинице тоже у меня показано. Здесь будет разнообразие хвойного леса. Земля мне досталась от дедушки участок. И у меня 46,08 соток. По документам. Мне такой земли не надо. Очень много. И я решил, что вот здесь будет разбит хвойный сад. Ну вот, у нас уже 12 апреля на дворе. Весна ранняя. Весна ранняя. И мы начинаем пересаживать колеса, кедры, контейнера. Рассаживать. Потихонечку вытаскиваем. Вот за год, посмотрите. Вот такая корневая система. Подойди поближе. Вот у него за год вот такая корневая система выросла. Вставляем. Направлением я его вытащил на южную сторону. На южную сторону сажаю. И вот здесь вот у меня поставлена галочка. Что это южная сторона. Контейнер набиваю землей. На низ мок. Отверстия большие. На низ мок. Потом мешаю лесную землю с песком. Один к трём. И добавляю вот ещё вот такие вот шелуха. Это старые муравейники заброшенные. Сегодня у нас 21 августа. Давайте посмотрим у нас в каком состоянии у нас находятся сибирские кедры. Вот так вот они выглядят. Тут у нас сейчас следующая загвоздка. Им тяжело через вот этот мох пробиваться. Это последствия земли, принесённой с леса. Она вся пошла у меня мхом. Какие процедуры делал. Трижды обрабатывал от муравьёв. Быстренько. Вот тут они жили. Быстренько они убегают сразу. В принципе в этот раз такого ущерба не нанесли. Схожесть кедров мне понравилась. Она ещё будет схожесть у этой партии в следующий год. Я здесь перекапывать не буду. Я оставлю. Аккуратненько буду выкапывать. Штучечно. У меня теперь два колеса. Во втором колесе посажено недели, наверное, на две попозднее. Там схожесть чуточку поменьше. Теперь моя задача. Моя задача следующая. Всё будет весной это рассадить. Тут, скорее всего, контейнеров надо штук, наверное, около трёх сотен. Трёх сотен. Напоминаю, частично у меня будет посадка возле дома. Частично посадка будет отдам добрым людям. И основная часть пойдёт в леса Вологодчины. Давайте пройдёмся ещё по задачам. По задачам, напомню, частично у меня будут высажены кедры около своего дома. Чтоб впоследствии, через много-много лет, кто-то продолжал моё дело и собирал. Производил сбор семенного материала у дома. Но частично я раздам добрым людям. И самая большая часть это пойдёт в леса Вологодчины. По предварительным... Сейчас задачу на зиму поставлю. По предварительным, так, на скидку подсчётам, мне где-то надо около трёх сотен контейнеров. Ещё не определился с размером. Либо трёхлитровый, либо пятилитровый. Но в этот год, наверное, возьму пятилитровый. Тяжеловато, конечно, в среднем. Один контейнер стоит в районе 50 рублей. Так что для желающих, кто хочет поучаствовать в этом деле, я приложу свои данные карты МИР. Сейчас мы пойдём посмотрим ещё, как у нас в горшках кедры лето. Здесь у меня находятся кедры, которые уже пересажены. Вот этот кедр трилетних сезона. Он трёхлетка. Вот эти вот контейнера двухлетние. Контейнера стоят вот так вот выглядят. Эти кедры весной этого года посажены. Весной 2020. Здесь тоже посадка весны 2020. Так, что касается посадки... Так, вот тут вот лиственница. Берём, не берём во внимание. И это тоже лиственница. Лиственницы я тоже рассаживаю в лесах. Так, что касается по горшкам. Тут только методом пробы ошибок. Можно вычислить. Мишин и Туи стоят на заднем плане. Есть такое мнение, как вот... Давайте посмотрим на этот прекрасный трёхлетний кедр, что маленький объём горшка, когда корневая система упирается в стенки, она начинает развивать больше, поверхностное даёт развитие. Надо вот это методом пробы ошибок вычислить. Вот у меня сейчас посажены в трёхлитровые узенькие и вёдра. И посмотреть, где будет какое развитие. Но за этим надо наблюдать в течение, так скажем, лет, наверное, пяти. То есть тут только методом проб и ошибок. Надеюсь, ошибок не будет. Ну что ж, следующая задача у нас на зиму всё. Это дело укрыть. Здесь вот у меня, маленечко, вот в стороне от основных насаждений, вот так вот тоже посажены в стаканчики 0,5, 0,5 стаканчики сибирские кедры. Эта технология, вот всем рекомендую, у кого небольшой объём, небольшой объём орешков, это мне отдельную партию выслали, и я её решил отдельно посадить вот так вот по стаканчикам. Очень удобно на следующий год пересаживать в большой контейнер. Из стакана легко вынимается, ни ком не рассыпается, и просто перекладывается в более большой контейнер и засыпается землёй. Если кто вот так вот, кому надо небольшой объём, напоминаю, то лучше делать вот таким вот образом. Сегодня у нас 30 октября, и мы закрываем наш кедр пластиком. Для этого изначально берём стопну, стопну ветки, вставляем вот так вот, еркально, между кедрами. Укрытие надо не сколько от мороза, а сколько от солнечных ожогов. Залапником, как всегда, я хожу куда-нибудь по длине электропередач. У меня, кстати, тут не так далеко находится. Теперь с этой стороны также ветками. Кедрята себя чувствует неплохо. Ветки сосны у нас играют в каркас жёсткости. В каркас жёсткости под усидом не придавливало сильно. Можно, конечно, так не укрывать, но притянить надо обязательно. Чтобы ещё раз говорю, весной в конце ветня полила. Сделали сосной, теперь я положу две палочки, чтобы сильно, скажем так, их не придавливало снега. Так. И теперь уже закрываю ласкутом. ... Искусственный. … Искусственный. Продолжение следует... Продолжение следует...